Ах, капитан, капитан, ах, капитан. У Елены Заловой есть всё, о чём только может мечтать женщина. Любящий муж Андрей – трое сыновей – Сергей, Саша и Володя. Это её второе замужество. Но и в первом браке у неё тоже был муж Андрей и трое сыновей. Первая семья Елены погибла в 1996 году, во время взрыва дома в Каспийске. Тот первый муж Андрей, этот муж Андрей. Там трое сыновей, здесь трое сыновей. И так столько, как говорится, повторяется этих повторов. Иногда просто мороз по коже. Бывает иногда, господи, это же уже всё было. И вот боишься этих повторов. Всё в жизни Елены повторилось. Возможно, это её судьба – быть женой офицера и матерью троих сыновей. Как говорится, на роду написано. Если тебе на роду написано «Жить долго», можешь смело отправляться на войну или заниматься экстремальными видами спорта. С тобой ничего не случится. Если тебе суждено умереть в 25, то погибнешь и в собственной квартире. Например, подскользнёшься в ванной. Так считают ясновидящие и экстрасенсы. Они верят, что весь наш путь на Земле предопределён свыше. Психологи называют это суеверием. Они считают, что всё в руках человека. Конечно, многое зависит от среды, в которой мы родились. Сын чабана из горного аула, скорее всего, станет чабаном, а не эстрадным певцом. Но это не значит, что так написано у него на роду. Сценарий существует. Он предопределён генетикой, воспитанием, теми условиями, в которых мы выросли и в которых живём. Есть определённая предрасположенность. Каждому из нас задан путь. Скажем, родившись мужчиной, я с очень большой вероятностью стану отцом. Матерью я стать никак не смогу. Родившись в европейском мегаполисе, я вряд ли стану охотником на тюленей. Вероятность такого существует, но она ничтожно мала. Для меня открыт достаточно широкий спектр возможностей, но он не безграничен. 16 ноября 1996 года во время взрыва дома пограничников в Каспийске Елена Швачёва потеряла всю свою семью – мужа Андрея и трёх сыновей – Гену, Павлика и Олежку. В 9 утра были новости, телевизор был в палате, и когда просто без картинки, был просто чисто текст, что в городе Каспийске был взорван жилой дом пограничников. Прибежала к начальнику госпиталя, там находился как раз начальник военно-медицинской службы нашего округа. Но они мне заверили, что моя семья не пострадала, что все живы. Но уже было известно, что мы и под развалинами. Они знали, но они не стали это говорить, боясь каких-то последствий с моей стороны. Ехала я к ним, как живу. Думаю, значит, они как-то остались, как-то так, как седьмой этаж был только по командирскому, может, не дошёл, вырыл до нас, и наши этажи как-то висят. Я подумала вот так. Семья военных врачей Швачёвых из Каспийска проводила отпуск в родном городе Минеральной воды. У главы семейства капитана Андрея Швачёва отпуск закончился на неделю раньше. Но он предложил жене остаться одной в Минводах и подлечиться в санатории, пройти плановое обследование. Сам Андрей взял троих сыновей и вернулся в Каспийск. 9 ноября они уезжали. Я должна была их увидеть. У меня было такое желание. Я с сыном, со старшим пообнималась там, поговорили мы о своём, и муж пошёл меня проводил уже на электричку. Это было ровно за неделю до их гибели. Как только Елена узнала о беде, она сразу же выехала в Каспийск. В пути ещё надеялась, что её семья не пострадала. Но взрыв прошёл прямо под их квартирой. Уцелела только комната бабушки. Мне говорят, вот муж под развалинами, это я помню, вот хорошо помню. И вот дети, дети там же. Но после этого мне уже ничего не надо было. Я вот приехала на эти развалины, больше я с них не уходила, пока они достали тела моих мальчиков. Когда мы ещё достали тело старшего сына, я уже не могла не ходить, я уже не могла не двигаться. Меня из какого-то разбитого кресла поднимали, подводили, показывали. Я кивала головой, говорила, кто это, и меня уводили назад в это кресло. После похорон Елена месяц не выходила на улицу. Все дни она лежала в полусне в общежитии, где разместили людей из взорванного дома. Елена не знала, как ей жить дальше и стоит ли жить вообще. Но её ждали в госпитале, где она работала. Больным нужна была помощь, а врачей не хватало. Елене пришлось подняться. Она проводила на работе почти всё время, лишь бы не возвращаться домой и не оставаться наедине со своим горем. В медицинском пункте, может быть, не сразу, но постепенно ко мне стали обращаться за помощью. Приходилось отставлять свои проблемы, как-то вот всю глубину спрятать. И прятать, и уже заниматься лечением. Ты уже не думаешь о себе, начинаешь оказывать помощь, начинаешь работать. Мне все говорили, где ты хочешь жить. Да вот спросите, хочу ли я жить вообще. Она сильная женщина. Столько иметь сил, чтобы пережить эту трагедию. Старалась на себя как-то в работе, чтобы как-то было, видимо, легче. Хотя мы не знаем, может быть, ночами, конечно, она плакала. А так она старалась не показывать виду. Хотя, конечно, видно было, что где-то она стояла, молчала у окна, скажем. Видимо, воспоминания, переживания были всегда при ней. В этот сложный период в жизни Елены появился мужчина. Он, как и ее покойный супруг, был офицером. И звали его также Андреем. Полковник Андрей Залов только перевелся в Каспийск, из Грузии, где служил в погранвойсках. Услышав о беде, сослуживцы-пограничники собрали деньги для семьи пострадавших при взрыве. Полковник Залов решил лично вручить деньги Елене. А через несколько дней сделал ей предложение. Встретились я, представился, она тоже представилась. Так и так. Потом, что-то у нас какая-то тревога тут была. Я уехал, появился у меня через три года. Ну, отстой, порой мы с ней были, как сказать, так уже знакомы. Ну, я ей сказал, что через месяц, наверное, все равно я приеду, ты будешь моей женой, так что ты больно-то никуда там не старайся, не уезжать, ничего. Ну, так оно и получилось. Где-то через полгода, наверное, офицеры у нас тут тоже были, пошли, говорят, сосватываем тебя. Ну, пошли, сосватывали. Вечером нас познакомили, он уехал, там, вызвали их. По службе в 4 утра он вернулся, пришел, сказал, что женщина, ты выйдешь за меня завтра. Все. Ну, сопротивлялась, сопротивлялась, вышла за него замуж. Андрей не дал Елене даже времени подумать. Он просто поставил ее перед фактом, что она будет его женой, и у них будет все хорошо. В то время Елена и думать не могла о том, чтобы заново завести семью. Она уже смирилась с тем, что жизнь ее кончена, но почему-то поверила Андрею. Через год у них родился сын Сергей, через два второй – Саша, а еще через год – третий – Володя. Это был ребенок для того, чтобы, наверное, совсем не опустили свыки, я так думаю. А потом уже второй, третий – это уже было. И самое интересное – все мальчики. Вот я поспорил со своим лучшим другом, то, что у меня будет девочка, почему-то я был уверен. На определенной паре у нас было интересно. Мне пришлось отдать ему ящик коньяка, чтобы все поиграли. Все повторилось вновь. Елена, как и мечтала в детстве, опять стала счастливой женой и матерью троих сыновей. Но называть детей в честь погибших она не стала. Подобрала им другие имена. Передавать с именем, не дай бог, и так тот первый муж Андрей, этот муж Андрей. Там трое сыновей, здесь трое сыновей. И так столько, как говорится, повторяется вот этих повторов. Иногда просто мороз по коже. Бывает иногда, Господи, это же уже все было. И вот боишься этих повторов. Не надо, пусть живут своей жизнью. Удастся пожить за них. Пусть живут. Эти вот шумные, эти подвижные, у этих постоянно какие-то разборки. Они в эту войнушку играют. Те тоже хотели стать генералами. Я им сделала генеральские погоны. И они ходили у меня в камуфляжах. Эти тоже мечтают стать военными. Заловы и сейчас живут в Каспийске. Андрей и Елена служат в пограничных войсках. Полковник Андрей Залов – начальник штаба. А майор Елена Залова работает в госпитале. Каждый год летом семья Заловых ездит в минеральные воды. Там похоронены дети Елены и первый муж. А в Каспийске на месте взорванного дома теперь стоит памятник, куда Сергей, Саша и Володя могут возложить цветы в память о своих братьях. Они все знают. Они для себя поделили. Старший. Мой какой? Мой Геночка, Геночка. А мой Павлик, мой Олежка, Олежка. Для экстрасенсов история Елены Заловой – это доказательство. Судьба действительно существует. Предопределение не обманешь. Раз Елене на роду было написано быть счастливой в браке и иметь троих сыновей, то никакие злые силы не смогут этого изменить. Да, человек может изменить свою судьбу именно с тем, приняв какие-то стрессы, которые даются опять-таки свыше. Я не хочу сейчас стать человеком, который хочет сказать, что судьба в конкретных руках, например, либо человека, либо Всевышнего. Но изначально она исходит здесь от Всевышнего. У этой женщины сложилось, всей ее жизнью сложилось определенное представление о женской роли, о женщине-матери, в которой непременно должен быть ребенок, а хорошо бы не один. Нормально, если трое. И когда случилась эта трагедия, оправившись от нее, человек просто пошел тем же путем, на который он был на строе. Если бы у нее был один ребенок, допустим, то, вероятно, она повторила бы именно этот путь. Во втором браке тоже, скорее всего, был бы тоже один. Это написано на роду? Нет, это некая жизненная установка, которая не то чтобы впитана с молоком матери. У каждого из нас есть такие представления. Кем надо быть? Психологи любые закономерности объясняют простым совпадением. Они считают, что предначертанной судьбы не существует. Каждый человек сам выбирает, где ему жить, где работать, сколько иметь детей. Если бы все было предрешено заранее, люди бы вообще ни к чему не стремились. Допустим, я узнал, что мне написано на роду создать шедевр, получить Нобелевскую премию. В полном в отторге от такой перспективы я почиваю в ожидании премии. Когда мне ее принесут? Не принесут. Сначала мне надо создать шедевр, сделать открытие, что-то написать, что-то создать, сделать. Без этого предначертания не сбудется. От человека очень многое зависит. В общей сложности Владимир Сосков пролежал на больничной койке три года. Врачи буквально собирали его по кускам. За свою жизнь он перенес около 40 переломов. Владимира Соскова дважды переезжал трактор. Каждый раз врачи думали, что не спасут его, но он выживал. В общем, диагноз у меня получился такой. У меня было сломано 4 переломатаза, 6 серебря было сломано, ключица, общее давление, травматический шок. Первый раз это случилось, когда Владимиру было 28. Он тогда жил в Таджикистане и работал трактористом на цементном заводе. В понедельник на заводе была профилактика. Владимир, как все трактористы, чинил свой трактор. Проезжавший мимо бульдозер задел Владимира тросом, и он упал прямо под колеса трехтонной машины. Я почувствовал удар. Только удар, и без сознания я был. Просто меня заворачивало туда. Мне осталось буквально, там кто-то из ребят, из рабочих, вышел, остановили этот бульдозер, ну, как бы остановили, взяли камень, кинули в лобовое стекло, а он смотрел в это время назад. Он ничего не видел. Но, когда закричал, ребята, которые на обеде были, вылетели оттуда. Иначе приподняли это кто чем, кто руками, кто ломиками, кто трубой, кто чем мы могли приподнять. Приподняли, меня вытащили оттуда. После этого от боли я отчинился. Потом меня повезли в больницу. По заключению врачей, Владимир получил травмы, несовместимые с жизнью. Больше 20 переломов, в том числе и черепа. Целый месяц он пролежал в реанимации. Но, говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. В больнице Владимир встретил свою жену. Молодая медсестра Зоя только устроилась туда работать. Я пришла работать в больницу. Хирургическое отделение. Ну, и подошла к столу, где лежали папки больных. И самая толстая история болезни меня привлекла внимание. Ну, а до этого слух прошел у нас, что парень попал под отвал трактора. И судьбу его никто не новому. Я не знала, жив он или нет. А когда я пришла в больницу и увидела вот эту папку, я поняла, что это тот самый парень и остался в живых. Ну, я полистала ее так, папку. Смотрю, там, состояние крайне тяжелое. Потом, через несколько дней уже средней тяжести и так. Потом я дошла в палату посмотреть на него, что это за парень. У него были красные глаза еще, синева была, кожа. вот такая вот, синюшность была. И сам себя не мог обслуживать ничего, вот такой вот. Их роман начался в больнице. Как только Владимира выписали, они поженились. Два года Владимир не работал по состоянию здоровья, а потом снова пошел работать трактористом. Его жена Зоя боялась, как бы с ним вновь не случилась беда. И даже ходила за советом к гадалке. Та сказала, что если Владимир не сменит работу, то погибнет на тракторе. Зоя рассказала об этом мужу, но тот лишь рассмеялся. Гадал сказал, если еще раз сядет все на затрактор, ему конец будет. Если он еще раз сядет, ты будешь вдовой. Вот это точно помнят слова. Так что говорит его как-нибудь, ну, отговори, чтобы он больше не садился. Спустя несколько лет семья перебралась в Белоруссию. Владимир Сосков без труда нашел работу в колхозе. Здесь очень нужны были трактористы. Владимир начал работать на тракторе Т-150. И тут с ним снова случилась беда. может быть шестое чувство какое-то сработало, не знаю. Но не хотел я в этот день идти. То же самое как с 80-м годом. Но не хотел я идти. Я подошел к председателю и говорю, так и так, я сегодня надо домой мне срочно, я не хочу сегодня. Не буду работать. У меня, говорю, по семейным обстоятельствам, дайте мне один отгул. молодого парня где-то 22 года ему было. Валентин его называли. Говорит, позови его. Я позвал его. Говорит, пускай он едет в седанную яму трамбует. Вот. А ты иди домой. Ну, я его подвел, но решил, все-таки надо же показать, молодой, тем более не знает агрегат. Здесь был пускач, я заводил его, стоял вот так вот. Вот. Когда он поехал, я назад, отдал, сзади меня стоял парень. И меня подняло этим колесом и там еще следующим. И получилось, что передний меня по груди, а сзади я уже не помню, или передний, или задний, по груди и по тазу проехал. Трактор весом 8 тонн раздавил Владимиру грудную клетку, таз, шею, переломал обе ноги. Он провел в больнице около года. Врачи говорили, что он навсегда останется прикованным к кровати, но Владимир поднялся и на этот раз. Как только он почувствовал себя лучше, вернулся на любимую работу, на трактор. Еще несколько лет Владимир проработал трактористом, а сейчас работает сварщиком в колхозе. Не потому, что боится снова оказаться под колесами. Просто сварщикам больше платят. На трактор все же иногда садится во время посевной, когда трактористов не хватает. Предсказание гадалки не сбылось. Он считает, что нет, я пойду все равно, я добьюсь своего. В итоге он получает удары судьбы очень сложные в своей жизни. То есть он посчитал, что с ним этого не произойдет. Это вот как раз таки тот знак, который человек должен прислушаться, что надо было остановиться и сменить род своей деятельности. А человек решил, что нет, все равно якобы я силен, я могу изменить, что-то, либо я могу вообще не воспринимать. Но итог, что два раза его переезжает трактор. Я считаю, что вот как раз таки из таких знаков человек должен жить. Повторяющиеся неприятности. Такие совпадения ясновидящие называют знаками. Они верят в то, что это сигналы свыше. Остановись, ты делаешь что-то не так. Прислушиваясь к знакам, мы можем менять свою судьбу, обходить неприятности. У каждого народа есть свои знаки судьбы. На Украине говорят, что если птица залетела в дом, то это к покойнику. На Кавказе считается, что если ребенок родился со сросшимися мочками ушей, то он будет преступником. На Руси всегда знаком судьбы считались родинки. По ним определяли будущее. родинка на подбородке, будешь всю жизнь скитаться, не иметь своего дома. На животе будешь пьяницей и чревоугодником. Родинка на руке, детей много будет. Если на груди, будешь нищим. В древности люди верили в эти знаки и приметы действительно сбывались. Возможно, наши предки просто себя программировали на определенное будущее. Александр Баринов когда-то был очень успешным художником, но его карьера закончилась в один день, когда он попал под поезд и ему отрезало руку. У меня предчувствие было. Какое было предчувствие? Вот болит и вот душа. я себе место не находила. Вот как раз под поезд попасть я. Я три дня не с себя выходила, не могла. Ну, в какую? Это был уже третий случай, когда Александр оказался под колесами идущего поезда. В первый раз это произошло, когда ему было 25. Он с друзьями шел по платформе и споткнулся. Я даже и сам не понял, что там произошло. И до сих пор не поймал. Не знаю, встал, пошел. Как будто так и надо. Тогда Александр отделался легким испугом. Его просто отбросило на пару метров. Даже не было переломов, только мелкие ссадины. Никакого знака он в этом не усмотрел. Александр продолжал жить, как раньше. Работал, а вечерами ходил по ресторанам с друзьями и крепко пил. Через пару лет ему нужно было перейти железнодорожные пути, но там стоял очень длинный состав. Александр поленился обходить поезд, решил пролезть под вагонами. В это время поезд поехал. К счастью, он успел выбраться. Возможно, судьба просто решила дать ему еще один шанс начать новую жизнь. От нас действительно очень многое не зависит. Воины, природные катаклизмы, что угодно. Знаете, вот сколько людей погибло в Нью-Йоркских башнях близнецах, там без половины тысячи, по-моему. Никто из них не мог этого предвидеть. Все разными путями к этому пришли погибли одинаково. От них это как-то зависело никак. В третий раз Александр попал под поезд из-за своего пса. Верный, так зовут собаку, застрял между шпалами. Увидев, что едет поезд, Александр бросился на помощь. Собаку спас, но сам выбраться из-под колес не успел. Ему отрезало руку. Я шел с той стороны домой. А он где-то вот здесь вот. Он, видимо, вышел, а видит, я оттуда иду. Я сам не знаю, как он лапу подсунул. Лежу-лежит, а тут пояс запрыгнул. Не успел как-то вытолкнул его. И сам на ту сторону катнулся. А вот как зацепил, не успел я, видимо, перекатиться совсем. Я рассчитал, что успею. После этого случая Александр опомнился. Он понял, что уже трижды мог погибнуть, но жизнь каждый раз давала ему шансы. Он перестал пить. Правда, живопись пришлось оставить. Я слабошка. Вся жизнь человека запрограммирована. Эта программа хранится в нашем подсознании и управляет всеми нашими действиями. То есть человек действительно живет, как на роду написано. Эту сенсационную теорию выдвинули ученые Института эволюционной физиологии имени Сеченова. Они считают, что информация об этой программе надежно скрыта, но с помощью гипноза ее можно разблокировать. Это вероятностная программа. То есть есть на определенном этапе бифуркация, или человек пойдет в одну сторону или в другую. Поэтому это не жесткая программа, но вероятностная иногда с большой степени вероятность. Эксперимент в Институте имени Сеченова. Профессор Шиповальников погружает молодого человека в глубокий гипнотический сон. Затем отправляет его в детство. Сейчас он может вспомнить любой день из своего детства до мельчайших подробностей. Сейчас я перевожу вас в очень ранний возраст. Три года. Три года. Вам теперь три года. Не 22, а три года. Вы маленький, хорошенький мальчик. Хороший мальчик. Очень хорошо. Вот, Женечка. Так, хорошо. Женечка, скажи, пожалуйста, у тебя кошечка есть? Да. Так, а как кошечку зовут? Ким. В садик, конечно, не ходишь, да, или ходишь? Угу. Ходишь. Женечка, скажи, пожалуйста, у тебя шкафчики есть в детском саду? Да. А что нарисовано на шкафчике? Мячик. Кто-кто? Мячик. Мячик? А, мячик. Хорошо. Так, а мячик какого цвета? Красный, зеленый, какой он там? Белый. Белый? Красный, голубой. Невероятно. Но в состоянии транса человек может отвечать не только на вопросы о своем прошлом, но и о своем будущем. По мнению ученых, подопытный пересказывает программу, которая управляет его жизнью. Вам 30 лет. Вам 30 лет. Вам 30 лет. Как вас зовут? Женя. Хорошо. Так, Женя, кем вы сейчас работаете? Я работаю под землей. Вот вы женаты? Да. Так, дети есть у вас? Да. Чудненько. И сколько детей? Пока двое. Понятно. Мальчик, девочка кто? Мальчик и девочка. Мальчик и девочка. Как зовут детей? Настя Толик. Когда я обращаюсь к девушкам или юношам, которые находятся в состоянии глубокого сна и предлагаем перевоплотиться уже в стариков, то мы иногда видим очень интересные вещи. Такие важные детали называются из их будущей жизни. Так, о здоровье, составе семьи, имена, все очень конкретно. Я переношу вас в далекое будущее. Вам 70 лет. Вам 70 лет прожито жизнь. Скажите, как вас зовут? Евгений Анатольевич. Так, хорошо, Евгений Анатольевич, скажите, пожалуйста, вы уже на пенсии или работаете? Да, на пенсии уже давно. На пенсии. Расскажите, как здоровье? Да все бы ничего, да нога вот. А что случилось с ногой-то? Ой, молодость еще. Да? Несчастный случай. Да. Приходится с палочкой ходить? Конечно. Это на работе случилось, да? Нет, на улице. На улице? Да. У вас вторая жена? Откуда вы знаете? Ну, я предполагаю, мужчины часто второй раз женятся. Я правильно предположил? Да. Хорошо. Так, расскажите, пожалуйста, как живут ваши вторые жену? Елизавета Анатольевна. Все, что говорят люди под гипнозом о своем будущем, выглядит очень правдоподобно, ведь они описывают свою старость в деталях. Кроме того, когда эксперимент повторяют, сведения совпадают. Правда, подтвердить или опровергнуть результаты эксперимента можно будет только лет через 30-40. Вы можете сказать, а нельзя прогнозировать судьбу на ближайшие три дня, это же легко проверить. Мы и так пробовали делать. Вы знаете, получается некий такой размытый прогноз. Кое-что получается, кое-что нет. Так? Но обычно связь бывает. Например, сколько ты получишь через три дня экзамен. Какая цинка будет? Так? Такая-то. Да, фантастические какие-нибудь совпадения бывают. Мы примерно на три дня вперед заглядывали, вот, где будешь в субботу, спрашиваем у девушки, на стадионе. Как было? Все хорошо, только дождь пошел. Я смотрю, дождя нет. А, кажется, именно в стадионе прошла тучка, и был дождь. Понимаете? Возможно, благодаря открытию профессора Шиповальникова каждый будет с детства знать весь свой путь заранее, что ему на роду написано. Но нужно ли это человеку? Ведь тогда нет смысла чего-либо добиваться. Впрочем, кое-что о своем будущем знать все же полезно, например, о болезнях или катастрофах, чтобы суметь изменить свою судьбу. Ноль! Просыпайтесь. Хотелось бы сыграть Ричарда Третьего. Вот этого горбатого, ущербного, все такое и прочее. Вот. Можно, конечно, сыграть. Можно, конечно, сыграть. Я знаю, что, как бы, это может получиться. Маленькие трагедии Мефистофеля. Он с одной стороны нормальный, да? Вот так. А с другой стороны уже совсем другой. Андрей Аринич всегда мечтал стать актером. Он окончил курсы актерского мастерства в Ленинграде. Потом стажировался в Москве у Марка Захарова. Успел поработать в нескольких театрах и поступил в Академию искусств на актерский факультет. Театр он считал делом своей жизни. Но судьбе не было угодно, чтобы Андрей блистал на театральных подмостках. На последнем курсе академии он попал в автокатастрофу. Мы ездили, дали спектакль в Могилеве и ехали обратно. А я лег, короче, на задний сидень, потому что был очень уставший. И я заснул и проснулся от того, что машина врезалась с дерева. Двигатель, соответственно, влетел в салон и там перебил мне обе ноги. Андрей получил ожоги третьей и четвертой степеней. Потерял 20% кожи. Врачи опасались, что он не сможет ходить, ведь у него были сломаны оба бедра. Целый год после аварии он не вставал с кровати. Ноги его не держали. Для самого Андрея было самым большим ударом то, что он больше не будет играть в театре, ведь с такой внешностью путь на сцену для него был закрыт навсегда. Он понял это, когда впервые увидел себя в зеркале. я попросил в зеркало дать мне посмотреть. То есть у меня вот здесь были головешки, черненькие это все дело. И понимаешь, после ожога у меня так вот все опухло. И только вот ухо слишком черное. Лишь я по нему ударил, оно взял и осыпалось. Любой человек чуть-чуть себя поставить на его место и уже можно представить насколько это все было тяжело. То есть это ужасно. И потом когда молодой, ну мало того, что молодой, да ладно, фиг с ним, старый, там молодой, это дело 25-е. Талант и он не может быть востребованный, потому что он на костылях. На больничной койке Андрей провел больше года. Как только почувствовал себя лучше, решил восстановиться в Академии искусств. Но в Академии ему отказались выдать диплом. По их мнению, Андрей теперь был профнепригоден. Андрей пытался устроиться работать в разные театры. Он был согласен на любую работу, но его не брали даже осветителем. Инвалид с обезображенным лицом был никому не нужен. Но Андрей не отчаялся. Он поставил перед собой цель вернуться на сцену. «Раз я не могу быть драматическим актером, то буду клоуном. Буду смешным». Парик и грим легко скрыли шрамы на его лице. Здравствуйте, Ну, наконец-то, догадались! Вы узнали, кто я такой? Клоун! Правильно! Переквалифицироваться в клоуны Андрею оказалось довольно просто. Еще в Академии он изучал пантомиму и даже делал репризы. Мне когда-то было очень сложно, да, когда в компанию попадаешь, чем ты занимаешься? Один говорил, я там инженер, я там самый бизнесмен, говорит, а ты кто? Я говорю, не скажу. Ну, а ты что, ты гомик? Нет. Я говорю, клоун. Сейчас Андрею 38. Уже 10 лет он смешит людей. Зарабатывает немного, в основном дает благотворительные концерты в детских домах и больницах. Но ничего не поделаешь. Он заболел цирком так же сильно, как когда-то театром. Я как клоун, да, я могу собирать все, что угодно. Все, что угодно. Я могу собирать, скажем, от Шекспира до Акунина. Спокойно. То есть, скажем, в иносказательном языке я могу делать цитаты из разных произведений. они даже могут не понимать, о чем я говорю. Йорик, Йорик, бедный Йорик. Тебя ли я видел там со своей улыбкой. То есть, я сам могу проигрывать с этими людьми, не оскорбляя их, да, свои спектакли. Сам могу подключить их в эту игру. И они будут играть. После аварии у Андрея был выбор. Он мог смириться и всю жизнь горевать по нереализованному таланту. Но он выбрал другое. Пошел наперекор судьбе. И был вознагражден аплодисментами. Человек нашел себя в публичной профессии, в лицедействии, просто в иной его форме. Так что же было написано на роду? Стать актером или не стать? У человека была склонность, был талант к этому. Кстати, любая способность, любой талант это уже своего рода предопределенность. Она подталкивает человека на определенный путь. Писатель не может не писать, художник не может не рисовать. Актеру нужна сцена. У каждого из нас свой сценарий жизненного пути. Мы растем, учимся, создаем семьи. Написано ли это на роду или все в наших руках? Возможно, мы этого никогда не узнаем. Но одно известно точно. Даже если сценарий кем-то написан, сценарист каждому из нас оставил возможность для импровизации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok